Всем привет, друзья! Мы сегодня на попроске нации 2024 года. Долгожданный праздник. Праздник для миниатюристов и всех, кто занимается хобби. Расскажи, как тебе в этом году? Вкратце, пока мы походили, мы сейчас вышли в фойе. Там сейчас шумно, там сейчас Дмитрий рассказывает лекцию о психологии, миниатюристах, художниках. Мы вышли, чтобы не мешаться, и он им не мешал, и мы им не мешали. В целом в этом году намного больше зал. Происходит на Измайлово гостинице. Зал большой, зал светлый, зал просторный, кондиционеры есть. То есть никто не страдает от жары, как в прошлом году было. Очень много света, потому что в прошлом году, кто был, помните, да, было темно. Маленькая зона выставочная, в этом году все исправили. Учая выставочная зона. Кадры сейчас вы видите и потом по ходу повествования тоже увидите. Много очень мастеров приехало и очень много художников. Участников много, стенды оборудованы таким образом, что можно подойти посмотреть и спокойно сфотографировать. Запускают не по определенному количеству человек, да, там свободный вход. Работают волонтеры, которые следят за тем, чтобы миниатюры не повредились. Работы интересные, сама выставка организована круто, много мастер-классов. Это тоже несомненный плюс за то, что мы отметили, они активные. Все столы с мастер-классами задействованы. Да, стенды, которые там скульпторы, они не просто свои рекламы, что у них там школа скульпторов, а еще у них есть мастер-классы. Прикольно. Да, все общительные, у некоторых уже взяли интервью, так что мы растянем это на два дня. Но видео будет одно. Да, это точно. Я, как всегда, купил чуть миниатюр, но я себя ограничиваю, у меня столько не покрасывает, вы знаете, друзья. Поэтому я себя ограничиваю. Как алкоголик зашился. А я, ну, в смысле, Сережа купил, у меня очень крутой брошь. Где она, да, с вопросом? Это привет монстрской. Они делают, я, как обычно, вот у них купил. У них купил зомби-бэтмен, так что ждите на канале зомби-бэтмена. Да, очень круто, и ребята очень открытые, завтра сейчас мы пообщаемся. Так что давайте посмотрим, что там дальше. Привет! Расскажи, пожалуйста, о своем творчестве. Я знаю, что это не первый год на выставке. Как тебе? Очень классно. Много народов больше, чем в прошлом году. Да, мы тоже заметили, что и локация другая, и народу намного больше. Я смотрю, ты привезла больше броши, больше своих работ. Да, вот этот раз не только работа в монстрской, еще моя личная работа. Наконец, первый раз решила показать. И как, подклик? На самом деле очень приятно, потому что много людей подходит и говорят, что это очень красиво. Я прям сижу, радуюсь. Ну, потому что это очень красиво. Посмотри, какая прелесть. Брошечку уже себе. Я взяла, мне подходит. Расскажи про эти работы. Это подвески и картины. Да, это подвески. Вообще, подвески изначально делались на новогоднюю ярмарку в качестве елочных игрушек. Но на всякий случай привезла сюда, потому что некоторые любят просто куда-нибудь повесить. Это богиня Луны. Она, на самом деле, охраняет сон. Про нее вообще очень много чего говорят. Она больше как женская богиня, женской силы, женской энергии. Я решила, что я хочу такую. Расскажи, а где ты ищешь вдохновение? Вообще, оно приходит из совершенно разных мест. Нет такого, что я где-то там открываю его и ищу. Просто вдруг в голову что-то ударяет какая-то идея и хочется сделать. Либо я могу что-то увидеть очень красивое и по мотивам. То есть, в принципе, что-то из работ мужа идет, наверное, все-таки. У него тут много. Да, у нас есть коллекция. Некоторые вещи. Вообще вдохновляет этот стенд. Мне очень нравится. Вы здесь будете завтра, да? Да, завтра-завтра как раз Виктор здесь будет. Он подробнее о себе может рассказать о своих работах. А какие вообще ожидания от выставки? Вы же из Питера. Да, мы из Питера. Ну, по большей части выставки для нас это способ рассказать о себе, показать свои работы. Ну, такая популяризация нашего творчества в общем и целом. Это прекрасно. А скажи, а где вообще применяются эти работы в кино, какие-то клипы? Ну, вот те, которые представлены здесь, это по большей части для коллекции, для каких-то работы. Ну, значки и все это так, чтобы себя украсить. А маски чаще всего используются либо для квестов разнообразных у нас покупают. Кто-то просто себе тоже в коллекцию, кто-то на Хэллоуин сходить. Для кино и театров тоже иногда что-то делаем. Очень много индивидуальных каких-то заказов работ. С гримом также работаем. У нас в студии есть и гримы, и бутафоры, и все что угодно в общем-то делается. Работа невероятно творческая, я чувствую. Ну что, желаю удачи, и пусть выставка пройдет шикарно. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем привет, у нас сегодня создатели Лихо. Правильно называю? Ну, технически сейчас эта игра называется Морок. Ну, начинали мы как Лихо. Да, начинали мы как Лихо, но у нас тут небольшой ребрендинг произошел 1 апреля. Все думали, что это шутка? Ну, да, но она зашла слишком далеко. В каждой шутке ей доля шутки, поэтому мы у всех немножко заморочили. Заморочили, да. Мы просто зарегистрировали товарный знак. Лихо немножко нас опередили с них. Да, он был занят, поэтому мы ей сделали небольшой ребрендинг. Да. Теперь Морок, правильно я понял? Да. Расскажите в паре слов вообще, как вам пришла идея в России создавать свой скирмиш. Да, насколько я понимаю, Морок это в первую очередь скирмиш с миниатюрами, с коллекциями. С коллекциями. Скирмиш варгейм в стилистике славянской Dark Fantasy. Это очень просто. Серафима хотела сделать свою игру, мне хотела сделать свою игру. Он пришел, мы скооперировались, и вот что из этого получилось. Они боялись, что на рынке уже много довольно-таки игр иностранного производства, там, начиная от Infinity, там, всяких, GV. Начиная с того, что мы просто хотели сделать что-то свое. Уже потом, когда что-то начало получаться, решили, почему бы не поделиться этим с кем-то еще. Ну, да. Ну, на самом деле, у большинства варгеймеров, там, и даже настольщиков, у них и так, и так всегда есть какая-то мысль, а не сделать ли мне свою настолку или варгеймер, конечно. Ну, у нас, как бы, тоже мы не исключение. Вот, но с учетом того, что у меня были технические возможности делать свою собственную миниатюру. Да, Серафима просто была отсутствует этой печати. Вот, поэтому мы на ее, по сути, мощностях и начали делать первую миниатюру. Да, вот, в 2019 году. Но, в моем счете, производство, это еще не все. Нужно дизайн проработать, печать, типография. Справились со всем этим? Сложный был? Сложный был путь? Путь был непростой, да. Потому что мы же все делаем вдвоем, и у нас у каждого есть основная работа. Поэтому то, что успевали, делали в том тэпе, в котором успевали. Поэтому разработка затянулась, но в итоге что-то получилось. Пока еще не выросла в полноценную работу вашу? Пока нет. Но вы к этому стремитесь? Очень бы хотелось. Но если вдруг мы найдем издателя... Да, мы очень давно ищем издателя, но пока не получается его найти. А наши отечественные крупные издатели, типа, хоббиков, не идут? У нас были приятные разговоры, но пока мы ни к чему не пришли. Но мы надеемся, что получится. Пару слов, вот почему человек должен заинтересоваться именно вашей игрой? Купить ее? Ну, во-первых, по сути, эта игра является таким неким мостиком между настольными играми и варгеймами. Потому что она действует по правилам варгеймов. Хотя тут есть очень много наших собственных имплементаций, которых нет в других варгеймах. Но при этом, если вы обратите внимание, видите поле, разделенное в клетку. То есть все перемещения, все расстояния измеряются в клетках. А не в дюймах или сантиметрах, как в других варгеймах. Это позволяет игре быть намного быстрее. Во-первых, позволяет новичкам быстрее адаптироваться к геймплею. И, что самое главное, это убирает полностью вопрос споров во время игры за расстояние. Очень красивые миниатюры детализированные. А кто, кстати, скульптор у вас? Ты сам скульптишь или у вас кто-то на аутсорсе? На аутсорсе. Я, собственно, обычно отвечаю за визуал, за арты. Нам арты рисует художник Александр Эйкерт. Да, если что, это реклама. Александр Эйкерт – отличный художник и прекрасный человек. Обращайтесь к нему. Да, он, в общем, соответственно, именно рисует стилистики гримдарка такого. Да. И скульпторов я также искал сам. Я их находил тоже через разные там площадки фрилансовые. У нас, на самом деле, много скульпторов было. У нас был скульптор один американец, один итальянец. Ну, я сначала был итальянец. Два американца было? Нет. Был один американец, один итальянец, одна испанка. Она была из Америки? Ну да. Вот. И, соответственно, сейчас нам делает девушка из Беларуси. Из Беларуси. Делает отлично. Так вот, игры настольные объединяют. Играйте в настольные игры. Так и есть. Все, друзья, спасибо. Успехов вам. Вам большое. В вашем деле нелегком. Удачи. Спасибо. Как говорится, не поминайте лихом, не давайте себя заморочить. Привет. Расскажи о своей студии. Здрасьте. Мы студия школы скульптуры и пластической анатомии. Скульптарт. У нас куча классных программ, просто я сама их проходила, поэтому они просто максимально потрясающие. Полезные не только для скульпторов, но и для художников, для гейм-дизайнеров и даже для пластических хирургов, которые у нас часто обучаются. У нас есть курсы по пластической анатомии, где мы проходим пластику тела человека, проходим мышцы, которые влияют на объемы, на движения. То есть мы лепим и корше, и в положении контрапоста, которое помогает увидеть, как ведут себя те или иные мышцы в спокойном и напряженном состоянии. После того, как пройдена теоретическая часть, у нас идет работа с живой натурой, с живой моделью. То есть мы лепим с живого человека, с мужчиной сначала трёхдневную постановку, а потом с женщиной. Также есть курс по портрету, где мы также сначала ведут теоретическая часть с лекциями, с зарисовками, со схемами. И, естественно, один к одному размер. Череп с глазами, с костными структурами, с жировыми структурами, с крещами, с глазами, с ушами. И после этого опять же приходит живой натурщик, и мы с него лепим портрет настоящего человека. По желанию можно эти работы заформовать. Также в московском филиале у нас скоро будут курсы по продвинутому портрету. Будет этнический женский портрет, и у нас приедет курс по кисти и предплечью, где мы также будем делать экорше мышечной структуры руки человека. Случит очень интересно. У нас очень много классных курсов, поэтому мы все ведем. У нас есть онлайн направление, у нас есть детское направление. Я вот являюсь преподавателем детского направления, московского филиала, кстати. А если, например, вот я никогда не занималась лепкой, но мне очень интересно, это вообще первое, что меня привлекло, когда я зашла в зал, потому что здесь мастер-класс, здесь группа, вы там обучаете. Как вы думаете, за сколько я смогу получить? Ну, смотрите, просто от вашего желания, наличия свободного времени и того, насколько вы себя готовы этому посвятить. Для того, чтобы понять, насколько это вам интересно, можно прийти на этюды. У нас раз в неделю проходят этюды, то есть это лепка, тоже с живой натуры. В месяц у нас 4 недели, и одна неделя у нас посвящена как бы один день. Это мужская фигура, женская фигура, мужской портрет, женский портрет. Получается, это трехчасовое занятие, на котором вы приходите с преподавателем, делаете отрисовку небольшую буквально на пару минут и лепите. Ну, вот такого формата у нас, да, на этюде лепится портрет такого размера, а фигура вот такого размера лепится на этюде. Вот. Все, естественно, под наставничеством преподавателя. Если в первый раз вы можете попросить, чтобы вам подсказывали активнее, помогали активнее. И если вам понравилось уже с первого этюда, и вы понимаете, что хотите наши курсы, вы можете на них записаться через нашего администратора. А инструменты, которые потребуются? Мы все предоставляем на время занятий. Потом, если вы захотите уже лепить дома для себя, можно у нас в магазине это все приобрести. То есть... И онлайн уроки тоже есть. Конечно, да. В онлайн формате у нас есть в ZBrush, ну, 3D лепка. И еще, если я не ошибаюсь, если мне изменять память, можно просто лепить, кидать фотографии преподавателя, и он так же делает в ZBrush. Спасибо вам. Спасибо большое. У нас уже очередь быстро на проверку. Да. Так что не будем отвлекать. Спасибо. Спасибо большое. Студия SankForge в эфире. SankForge. Чем вы занимаетесь? 3D-печать, роспись, миниатюры, дизайны, мерч различный, плюс под заказ разное тематическое, ну назовем это, дубль придется порезать, к сожалению Порежем, порежем Разные тематические товары по вселенной Вархаммер, либо по ДНД О, и по ДНД занимаетесь? Да, в том числе, конечно А упор у вас на художку или больше? И то, и на другое То есть, если вам нужен покрас миниатюр, лично я вам сделаю, спокойно Видишь, что человек сделает вам И как вам первый день? Первый день прекрасен, тяжеловат немножечко, но как это всегда бывает, с непривычки Поскольку последний раз выставлялись еще в другой мастерской на Рубиновой сфере О, на Руби-сфере еще был Да, еще когда он был в Сокольниках То есть, ты матрешки на пакрастинациях не участвовали? Нет, нет, нет Мы студия достаточно молодая, и это наш первый большой выезд Ну, я смотрю, ты позитивно, тебе нравится, то есть пока? Вполне Как люди подходят, смотрят? Само собой Для чего мы здесь? Мы здесь, чтобы дарить правильные, красивые эмоции И продавать красивые миниатюрки Все так Ну что ж, спасибо, удачи, успехов Ссылка на них будет в описании Привет, я Лана Делаю ловцы снов из бисера Ну и просто всякое такое вот красивое, интересное На выставке первый раз? Здесь первый раз, да Организаторы меня позвали Якобы есть место У меня есть время, почему бы нет Хотя я стала очень редко ходить на вот такие вот мероприятия в последнее время Ну вот, решил попробовать И ты сама все это делаешь, да? Да, да Садишься с художником, да? Со скульптором, который делает менять Да, ну, материалы я беру разные Всякие авторские бусины Бывают какие-то элементы, как вот ворон, например, вот этот вот Вот этот вот ворон, это тоже авторская гальваника Бывает то, что выкупаю определенные рисунки, паттерны у художников Вот как вот эта вот лиса Это выкупленная у Акиндеевой Тани схема И вот я ее вот так вот адаптировала Вообще с бисером я уже больше чем 25 лет Вот мастерской у меня получается в этом году 11 лет А 11 лет у меня в этом году мастерской будет в мае как раз Но вот конкретно именно как определенный какой-то стиль Я только последние 3-4 года занимаюсь Подпишитесь, приобретите что-то для себя, для души Я уверена, что-то понравится Приходите, буду рада видеть Наши старые друзья в Бульфтак У нас в этом году у них еще больше экстендов Видно, каждый год развиваются люди Растем потихоньку? Да, как тебе первый день вообще спустя год? Да, выставка растет, сильно растет Я бы сказал, сделала три шага вперед Потому что то, что было в прошлом году И что есть сейчас Ну небо и земля Прям небо и земля И в плане организации И в плане представительства И в плане помещения В плане народа Соответственно, народ мы понимаем, что это хорошая реклама Но с другой стороны, у тебя и больше конкуренции Мы конкуренции не боимся Абсолютно Не боятся конкуренции У нас есть одно самое главное конкурентное преимущество Над всеми Какое? Это у нас хобби Это не наш бизнес, это хобби И не более того Это эксперимент для детей В плане как строить вообще бизнес-схемы Хоть какие-то простейшие Ну, ладно, вот На поверхности Какими-то новинки привезли? Да Новинки двигаемся Сейчас развиваем тему Вот Восход 5 Пока Если в прошлом году Мы одну пробную фигурку привозили Сейчас у нас Три фигуры уже вышло Большой проект у нас Зовчики В поддержку СВО То есть, говорю, уже Если в прошлый раз Было только прототипы Уже Все Он уже Первый выпуск вышел То есть В выпуске у нас тут Как раз Баламут товарищ такой Такой прикольный Герой-персонаж Про него комикс На двух листах Личное дело Его Все это, естественно В красивой упаковочке Такой С сортами Компания «Звезда» Дала нам разрешение На публикацию Своей Краски То есть, мы на нее Ссылались Да Ну, то есть Как бы Он такая неплохая получилась Штучка такая Звезда поддерживает движок Да Да, да По полной То есть, вот так вот она И нам еще сделали Презентацию Так что На канале будет Обзорчик и покрас Как тебе вообще Как тебя отец в это затащил? Попросил помочь И вот ты уже помогаешь Второй год подряд Да Нравится? Да Ну, в основном Я помогаю папе В ярмарках Помогаю продавать Сейчас будем еще Выходить на Валберис Сезон Это все тоже я буду делать Возвращаемся в студию Вот так незаметно Пролетело два дня По краски нации 2024 И можно подвести Некоторые итоги Во-первых Выставка очень выросла Как и по участникам Так и по масштабу Самого мероприятия Очень удачно Подобрано место Большой зал Хорошее освещение Кондиционеры Удобная логистика Рядом метро Кафе внизу Парковка Что немаловажно Для тех Кто ездит на машине Как всегда Впереди вы увидите кадры Отличная организация Награждения Большой проектор Хороший ведущий С отличным чувством юмора Показаны работы победителей Вызывает победителей И буквально там За час Все управились Что здорово Также стоит Опять Что в этом году И сама выставочная зона Была намного лучше оформлена Кто был на прошлом По констинации Помнит Что и мы в своем блоге Говорили о том Что маленький Темный закуточек Куда пускали В какой-то момент Даже по очереди людей Ведь все не вмещались В этом году Проблем не было Огромная зона И ты реально чувствуешь Именно выставку Не без шероховатости Но тут уже Наверное связано Больше с Поведением самих людей О чем я говорю Например Стенд с Малой фэнтези Миниатюры Что стандарт Что мастера Миниатюры маленькие И они стоят На дальней полочке Разглядеть Там получается От меня До собственно Миниатюры Около метра Ну то есть Понимаете С метра Рассмотреть там Работу мастера Где важны детали Очень сложно Плюс в процессе Мы стояли На наших глазах Сами волонтеры Отодвигали барьер Потому что Люди тянулись Люди фотографировали Телефонами И во избежание Неприятностей Волонтеры Приняли решение Отодвинуть этот барьер Это с одной стороны И правильно А с другой стороны Конечно Мне как зрителю Было не очень комфортно Но это только Малые фэнтези Миниатюры Бюсты Диорамы Все было видно Отлично в этот раз За что Лайк И в целом Ощущение что Не мы одни А многие Да и сами Видимо организаторы Поняли Ошибки прошлой Покрастинации В плане организации И все В этот раз Исправили Как мы говорили В начале Видео Так и сейчас Я могу повторить Наташа За кадром Тоже кивает И говорит Что да да Все так Уровень работ В целом В этом году Был выше Чем в прошлом Мне так показалось Было больше В категории Мастер работ То есть Там даже Канаев Участвовал И все известные Топы Катауров Фесечка Кстати у него Очень классный Был трипких Наверное Для меня это была Одна из самых Запоминающихся работ Она и стояла Так вблизи И прикольно Выставили В общем Прикольная работа Фотки Вы можете посмотреть Победителей Собственно В группе Покрастинации Часть работ У нас в блоге Показана Но все работы Детально Хорошо сфотографированы Либо на страницах Самих авторов Либо на странице Покрастинации Там позже А возможно На момент выхода Видео Уже и выложены Работы Победителей Посмотрите Обязательно И вдохновитесь Что касаемо Еще небольших Шероховатостей На мой взгляд Как зрителя Это в конце Церемония награждения С одной стороны Организовано здорово С другой При наличии Пятиста работ Очень часто Совпадения были То есть Одна работа Получала Несколько номинаций Для меня Это пока Мне это Показалось странным Почему Потому что Столько работ Неужто нельзя было Разбить категории Как-то так Чтобы получили Достойные работы А не одна работа Там в пяти категориях Ладно в пяти Там не было Но в двух В трех категориях Там работа побеждали Судьям виднее Организаторам виднее В остальном Тут как бы Все работы Там реально достойные Очень классные Посмотрите В заключении Хочется поблагодарить Организаторов Участников Выставки Участников Зоны Собственно Мастеров Где мастерские Были представлены Кто нам давал интервью Кто с нами общался Очень здорово Пообщались Познакомились Как На каждой Покрастинации Мы знакомимся Для нас Такой фест Получился Знакомство Место встречи Хочется Передать привет И нашим подписчикам Кто участвовал И победил Степан Никита Алексей Поздравляем На этом все Друзья Что-нибудь пишите Как были у вас Впечатления О выставке Если вы там были И если вас не было То возможно Наши кадры Помогли вам Ощутить эту атмосферу В общем До новых встреч Надеюсь Покрастинация 2025 Точно состоится Будет еще лучше Чем в 2024 году До встречи Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok